Главные битвы приходят из книг и кино, Главные даты отлиты в газетные строки, Главные судьбы историей стали давно. Время героев, по самому высшему праву Ты подарила далёким и близким годам Доблесть и славу, и долгую, добрую память. Время героев, а что ты оставила нам? Ты нам оставила ясное небо отчизны, Долу и дорогу, и ласковый хлеб на столе. Ты нам оставила самое главное в жизни Радость работы на мирной, счастливой земле. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Мы очень рады видеть вас всех здесь сегодня На нашем концерте в честь 70-летия победы В Великой Отечественной войне. Я летела туда на крыльях, я думала, он мне признается, люблю. А он пришёл грустный. Вера, война. Нас прямо с занятий забирают на фронт. Он учился в военном училище. Ну и я, конечно, лучше представила себя в роли Жанны Дарк. Только на фронт и только винтовку в руки. Мы должны быть с ним вместе, заодно. У всех было одно желание попасть на фронт. Страшно? Да, конечно, страшно, но всё равно. Мы пошли в боекомат, а нам и говорят, Подрастите, девочки, вы ещё зелёные. Нам по 16-17 лет. Но я добилась, своего меня взяли. Мы хотели с подругой в снайперскую школу, А нам сказали, будете регулировщицами, Некогда вас учить. Мама несколько дней заражила на станции, Пока нас повезут. Увидела, как дошли уже к составу. Вера! Вера! Передала мне пирог Для десяток яиц. Извините, это не занято? Садись, дочка. Меня Вера зовут. Знаете, девчонки, А вот наш старшина всегда говорил, Что на нас после войны побоятся жениться. Почему? Мне интересно знать. А он говорил, Рука меткая, Тарелку в лоб кинешь, И всё, и убьёшь. Кожева на улице. И девчонки были на войне не потому, Что им нравилось убивать. Люди, Люди шли добровольно. А трус, Он сам на фронт не пойдёт. Как я попала? Ну, жили мы в городе Конаково, Калининской области. Я тогда только экзамены за восьмой класс сдала, И перешла в девятый. И вот как-то раз, Во время работы, Мы услышали голоса. Кто кричал? Воздух! Кто кричал? Немцы! Взрослые побежали прятаться, А нам с ребятами интересно, Что такое немцы, Что такое немецкие самолёты. Они пролетели мимо, Но мы ничего не успели рассмотреть. Потом они пролетели ещё раз, Уже ниже. И мы увидели чёрные кресты. Нет, страха никакого не было. Было одно только любопытство. Вера, а ты боишься? Тебе сколько лет? Мне шестнадцать. Я и мои подруги, Нам всем не больше семнадцати. Всеми правдами и неправдами Рвались на фронт, Прибавляя себе год-два. Ведь мы обыкновенные школьницы, Студентки. Вот помню, как сейчас, Последний школьный звонок, Новое платье, Выпускному баллу, Мечты о будущем, Первая любовь. И война. Жалко вас, Молодые совсем, Смерти-то паде ещё и не видали. Я вот помню, Лагерь наш был в лесу, Помню, лето было, Земляника была. Возвращаемся мы как-то с полёта, Идём по лесу, Вдруг видим, Лежит немец. Подхожу ближе, Мёртвый. И вот, знаете, Мне так страшно стало. Я смерти тогда ещё не видела. На войне год была, А смерти не видела. Там наверху, там по-другому, Там всё горит, рушится. У тебя одна мысль, Отбомбиться, вернуться. А мёртвых не видели. Смерти не видели. Страха такого ещё не было. А я вот помню, Что солдаты, Глядя, что мы такие молодые девчонки, Любили подшутить над нами. Отправили меня однажды Из медсам взвода за чай. Я прихожу к повару, А он мне и говорит, Чего пришла? Я ему и говорю, Я за чай пришла. А он мне, Так чай ещё не готов. А почему? Так повара в котлах моются, Сейчас домоются и будут чай готовить. Я приняла это вполне серьёзно. Взяла вёдра, Иду обратно. А навстречу мне врач И спрашивает, Ты чего пустая ты идёшь? Я ей рассказала, Как есть. Говорю, Повара в котлах моются, Сейчас домоются и будут чай готовить. Он за голову схватился. Какие, говорит, Повара в котлах моются. Вернул меня обратно. И задал же он этому повару. Ой, а мы тоже не знали, Как себя вести. Несу этот чай. А навстречу мне Начальник политотела И командир бригады. Я тут же вспомнила, Как нас учили, Что здороваться нужно с каждым, Так как мы рядовые бойцы. Поравнялись, Ставлю вёдра, И обе руки козырьком. И кланюсь. Одному. Здрасте. И второму. Здрасте. А они шли, И меня не замечали. А тут как остолбинели оба. Это кто тебя так учил честь отдавать? Старший навчал. Он говорит, Что приветствовать нужно каждого, Так как мы рядовые бойцы. А тут вас двое и вместе. Конечно, Когда я увидела обгоревшие руки, Обгоревшие лица, Я сразу поняла, Что такое война. Вот лежит, Говорит, умру. Напиши маме, Напиши жене. У нас уже было что-то больше, чем страх. А попала ты сюда? Как? К началу войны я успела Учить техникум связи, И мне призвали звание Младшего техника. И я сразу настроилась, Что буду воевать. Должна. Конечно, Война — это не женское дело, Но мы, Мы были нужны. Стояние, Страна огромная, Стояние, На смирный бой, Стояние, Стояние, Стояние сонною, С кровляною аркой. Узывайте люди, Войне, За нашу землю честную, Живым бойцам почут в речи, Орековского вечного. Слово чиновца русских, Вставайте, люди русские. Вставайте, люди русские, На славный бой, на земли. Вставайте, люди больные, За нашу землю, с честной вой. О Руси, родной, О Руси большой, Милый плаць, дорогой. Огибайся, старь, Плаць, родная, ой. О Руси, родной, О Руси большой, Милый плаць, родная, ой. Огибайся, старь, Плаць, родная, ой. Вставайте, люди русские, На славный бой, на земли. Вставайте, люди больные, За нашу землю, с честной. Вставайте, люди русские, На славный бой, на земли. Вставайте, люди больные, За нашу землю, с честной. Вставайте, люди больные, Вставайте, родной, ой. Вернуться назад, Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки платьица белые, Раздарили сестрюку свою. Сапоги, ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюйте нас, плетников, девочки, Мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не важно, Что идете войной наугад. До свидания, девочки. Девочки, постарайтесь вернуться назад. Жди, милая Русь, Только очи жди. Жди, когда наводят грусть Желтые дожди. Жди, когда всегда метут, Жди, когда жерамы, Жди, когда другим не ждут. А, сновы вчера. Мне с восторгом нас, девчонок, не встречали. Нас гнал домой, охрипший военком. Так было в 41-м. А медали и прочие легалии потом. Смотрю назад, в продымленные дали нет. Не заслугой в тот зловещий год. А высшей честью школьницы считали. Синенький скромный платочек, Пару с запущенных плеч. Ты продолжала, ты обещала, Синенький платочек спереть. И пусть со мной Не сегодня, любимой, родной. Знаю, с любовью, ты без головки Прячешь плоток головой. Знаю, с любовью, ты без головки Прячешь плоток головой. Письма твои, бабушка, я Слышу я голос родной. И между строчек сын и плотачек Снова встает предо мной.